Всем привет, с вами как всегда Седой Инвестор, сегодня у нас актуальные новости, заваривайте чаек, а я побежал за кофе. Некоторые уникальные зрители моего канала не поняли посыл вчерашнего ролика, поэтому объясняю еще раз. Раз в неделю, каждое воскресенье я буду вкидывать в данный кошелек по 100 долларов. Тем самым я показываю, чтобы заработать в инвестициях, не обязательно начинать с большой суммы. Я прекрасно понимаю, есть люди, которые готовы инвестировать и 20, и 30, и 100 тысяч долларов. Я скажу больше, в моем закрытом чате телеграм я формировал портфель для одного из подписчиков на сумму 300 тысяч долларов. Но не все же такие богатые. Есть люди, которые готовы проинвестировать раз в неделю 20 или 30 долларов. И в этом нет ничего стыдного. Богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто много откладывает. Допустим, так получилось, что ты владеешь большим депозитом в размере 100-200 тысяч долларов. И допустим, раз в неделю ты торгуешь на фьючах. Скорее всего, твой депозит будет постепенно-постепенно уменьшаться. К сожалению, трейдинг так не работает. Нет смысла идти торговать, не имея каких-то знаний. Это то же самое, что играть в покер, не зная правил. И возьмем пример второго человека, который постепенно инвестирует те же 100 долларов раз в неделю, грамотно раскидывает по активам, постоянно усредняется и оставляет часть фиата на случай пролива. Поверьте, через пару лет этот человек будет намного богаче и у него будет намного больше денег, чем у трейдера, который бездумно просирает свои деньги. Задумайтесь об этом. А мы переходим к актуальным новостям. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права в качестве платежного средства внутри России. Запрещается передача или принятие цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровых финансовых активов, товаров, работ, услуг за исключение случаев, предусмотренных федеральными законами, сказано в законе. Также обязывает операторов обмена цифровых активов отказываться от операции с такими активами. Тем не менее, этот запрет может быть отменен, если будут приняты соответствующие законы. Закон вступает в силу по истечению 10 дней с момента его официального опубликования. Ну что, ребят, пришло время перекидывать все свои активы на холодные кошельки. Я это сделал очень давно. Скорее всего, биржа Binance полностью откажется от поддержки русских пользователей. Конечно же, исходя из данной новости. Не факт, что это произойдет, вы же знаете наше правительство. Разработчики Ethereum одобрили перенос сети на алгоритм Proof-of-Stake 19 сентября 2022 года. Точная дата перехода на Proof-of-Stake во многом будет зависеть от успешного перехода тестовой сети Gurley, который намечен 11 августа. Ранее разработчики успешно перевели на Proof-of-Stake Робстон и Сеполея. Да на самом деле уже давно пора. Эта тема уже давным-давно была обсуждена многими блогерами. Основатели Metamask заявили, что вкладывать в криптовалюту это казино. В ходе интервью Дэвис сравнивал инвестирование в криптовалюты и азартные игры и предостерегал людей от инвестирования всех накоплений в новый класс активов. Дэвис это у нас учредитель Metamask. Кажется, слишком поздно, но вкладывать деньги в криптовалюты это азартная игра. Я не говорю, что то, что у нас есть сейчас, это будущее финансов. И вам следует переместить туда свои сбережения. Многие люди высказывают за это. Я думаю, что это чрезвычайно опасно, сказал он. Полностью согласен, ребята, в первую очередь ты должен покупать биткоин, эфириум и BNB. Но даже тут есть риск, не говоря уже о другой криптовалюте. Если Терра Луна заскамилась, то подумайте о маленьких проектах. Сейчас по большей части 90% новых проектов это скам. Особенно это касается Депай и Метавселенной. Поэтому инвестируйте правильно. Сначала надежные активы и только потом все остальное. И большая просьба, каждый раз повторяю вам одно и то же. Но постоянно вылазят новые комментарии. То, что я зашел на всю котлету, теперь мне остается только ждать. Не делайте так. Оставьте свободного фиата хотя бы 10%. Не жадничайте. Поймите, ну не получишь своего заработать с первого раза гигантские деньги. Нужно минимизировать свои риски. Если вы поймали памп, радуйтесь, все хорошо. И не нужно думать о том, что блин, надо было вкладывать больше. Не думай об этом. Это фома. Она тебя к успеху не приведет. Эти 10% свободного фиата по сути работают так же, как твоя подушка безопасности. Если в случае скама у тебя хоть что-то останется. Или в случае пролива ты можешь добрать свои позиции. Каждый раз, покупая криптовалюту, оставляй свободный фиат. Хотя бы 10%. Это самое минимум. Я оставляю больше, около 30%, а то и 40%. Я не спешу. И никогда не жадничаю. Зато теперь я могу себе позволить не работать. Об этом мой друг снимал со мной интервью. Ссылку с данным роликом оставлю в описании. Если интересно, переходи и смотри. А мы идем дальше. USDC обеспечена 55.7 миллиарда долларов. Платежная компания Circle опубликовала свой первомесячный отчет, в котором подсчитала резерв своего стейблкоина USDC. Компания заявила, что имеет 13.58 миллиардов наличных в регулируемых американских банках. Кроме того, Circle владеет трехмесячными казначейскими ценными бумагами на сумму 42.12 миллиарда долларов. По состоянию на 30 июня в обращении находится 55.57 миллиардов USDC. Я лично свои стейблкоины храню в USDC, BUSD, Tether. Очень опасно иметь сейчас свой свободный фиат лишь в одном стейблкоине. Откройте сейчас CoinMarketCap и посмотрите то, что почти каждый стейблкоин хоть чуть-чуть доотвязывается от американского доллара. Поэтому, ребят, максимально диверсифицируйте свои средства, даже в стейблах. Криптовалютный брокер Weager Digital обратился в федеральный суд по банкротству за решение возобновить вывоз средств клиентам на сумму более 350 миллионов долларов. В заявлении, опубликованном 6 июля, компания сообщила, что у нее есть криптовалютные активы на сумму около 1.3 миллиарда долларов, а клиенты имеют более 350 миллионов долларов на своих счетах. Weager Digital также сообщила, что у нее есть претензии к фонду Free Arrow Capital на сумму более 650 миллионов долларов. В своем иске Weager также добивается разрешения на ведение другой финансовой деятельности. Они включают в себя ликвидацию криптовалют за счетов клиентов, имеющих отрицательные балансы, погашение долгов за счет средств, хранящихся на сторонних биржах, проведение сверки счетов клиентов, продолжение стейкинга криптовалюты и предоставление соответствующей помощи. Не думаю то, что данный брокер будет возмещать кому-то убытки. Просто красиво кинули людей и сейчас пытаются тихо уйти в тень. Но как всегда, со временем, конечно же, это все успокоится и все забудут это мошенничество. Генеральный директор Ripple заявил, что компания потратит более 100 миллионов долларов на судебные издержки по иску комиссию по ценным бумагам и биржам США. На нашей стороне факты и закон. Когда все это готово и будет сделано, мы потратим более 100 миллионов долларов на судебные расходы в борьбе в SEC. Для тех, кто не знает SEC, это комиссия по ценным бумагам и биржам США. По словам главного использования директора Ripple, астрономические зарплаты, связанные с судебным разбирательством, всегда работали в пользу SEC. При этом он отметил, что в SEC рассчитывают, что у большинства криптовалютных компаний не хватит финансовых ресурсов, чтобы подать иск против ведомства. В результате, они настойчиво запугивают эти компании, чтобы они согласились на мирные сделки. В данном случае, динамика заключается в том, что SEC запугивает компании, поскольку они не могут себе позволить воевать, добавил он. Гарлинг Хаус заявил, что судебный процесс над ними является критически важным не только для Ripple, но и для индустрии цифровых активов в целом. Напоминаю, Гарлинг Хаус – это генеральный директор Ripple. В свою очередь, Ripple решил обратиться в суд с целью заставить комиссию обеспечить ясность регулирования для развивающегося сектора. Гарлинг Хаус согласился на статью бывшего председателя SEC, опубликованную в 2018 году, в котором тот заявил, что эфириум не является ценной бумагой. Небольшое европейское княжество Андорра, расположенное между Францией и Испанией, приняло закон о цифровых активах. Первая часть закона гласит, что государство Андорры сможет создать свой собственный цифровой токен. Вторая часть закона относит цифровые активы к финансовым инструментам. Документ предусматривает создание экосистемы, в котором можно будет регулировать блокчейн технологии и технологии распределенного реестра. На самом деле, довольно умная идея. Если ты хочешь урегулировать криптовалюту, просто создай свою и заставь всех ее покупать. Это лично мое суждение, и если вы с ним не согласны, то жду ваших комментариев. По данным инвестбанка JP Morgan, стоимость производства биткоина с начала июня упала с 20 000 долларов до примерно 13 000. В отчете отмечается, что снижение стоимости производства биткоина произошло из-за снижения потребления электроэнергии. Об этом свидетельствует Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоина. Снижение производственных затрат может восприниматься как негативный фактор для прогноза цен на биткоин, так как себестоимость производства рассматривается некоторыми участниками рынка в качестве нижнего предела диапазона цен на биткоин в условиях медвежьего рынка. Подытожили в JP Morgan. Миллиардер и основатель Interactive Brokers Томас Петерфи сообщил, что планирует купить биткоин в том случае, если цена на первую криптовалюту достигнет 12 000 долларов. Опять же, такие люди, которые ждут вечное дно. Допустим, они хотят купить биткоин по 12 000 долларов. Цена падает на 11 000. Эти же люди ждут уже биткоин по 6 000 и по 5 000. Я больше чем уверен в том, что данный миллиардер переобуется, когда биткоин упадет ниже 12 000 долларов. Не факт то, что это произойдет, поэтому я не жду вечного дна. Я закупался и на хаях, закупаюсь и сейчас. Мне не важно сейчас, по какой цене покупать криптовалюту, если моя цена реализации намного выше покупной. К инвестициям я отношусь довольно спокойно. У меня есть план и есть свои цели. Соучредитель и генеральный директор Binance, Чампен Джао, считает, что в следующее десятилетие DeFi и децентрализованной биржи Dex значительно превзойдут своих централизованных конкурентов. Я думаю, что через 5-10 лет децентрализованные биржи будут больше, чем централизованные биржи. Я бы сказал, максимум через 10 лет Dex DeFi будет больше, чем Cefi, сказал он. Но это тоже все относительно. Каждый день что-то взламывают. Обычные биржи и также Dex площадки. А если идет взлом, значит ни о какой децентрализации не может быть и речи. Друзья, не забывайте про мой закрытый чат в Телеграме, в котором я даю рекомендации, когда что и где закупать, а также когда фиксировать прибыль. Плюс я сам лично пишу лекции о торговле криптовалютой, максимально сжатый обучающий материал без воды, как вы любите. И при этом же все самые главные аспекты сохранены. К тому же, если ты новичок и боишься начать свои первые инвестиции с ошибок, то для тебя это просто мастхэв. Поэтому, если тебе это интересно, пиши в личку, все обсудим. У меня на сегодня все. Всем до завтра! Субтитры подогнал «Симон»!